Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на заключительной торговой сессии недели, что в принципе не может не радовать, потому что мы на финишной прямой с вами вместе с представителями ближневосточного картеля, которые обсуждают перспективы сделки энергетического пакта и, конечно же, обсуждают вопросы, предполагающие увеличение нефти добычи. Мы очень детально стараемся анализировать картину фундаментальную, касающуюся нефти, поэтому очень много новостного фона сейчас по этому инструменту, да и в принципе каждый брифинг мы уделяем активу достаточно много времени и внимания. Помимо, собственно, нефти, сегодня у нас в центре внимания еще канадский доллар, поскольку в 15.30 по московскому времени будут публикованы данные по роничным продажам и инфляции. Напоминаю, что после относительно прояснившейся картины касательно переговоров по НАФТО, где мы с вами стали еще большими скептиками, считаю, что позиция Трампа, которая направлена на еще больший протекционизм против всей мировой экономики, будет в лучшем случае располагать и заключение новых сделок, в которых прежде всего будут учитываться интересы именно американской экономики. Другие страны априори будут в числе проигравших, поэтому в какой-то суперпрогрессивный североамериканский торговый альянс я лично не верю и считаю, что в связи с этим у канадца должна быть основополагающая идея, почему этот актив нужно продавать, потому что вместе с новым торговым соглашением НАФТО, которое возможно удастся достигнуть через несколько месяцев, для канадской экономики начнется новый период истории, когда ей придется адаптироваться к совершенно новым реалиям и научиться жить без особых льгот и преференций со стороны исключительного для них американского рынка. Я думаю, что по канадцу мы будем наблюдать долгосрочную позиционную девальвацию, но совсем забегать вперед мы не будем. Сегодня у нас, конечно же, локальный трейд должен быть по этому дуэту активов, доллар канадец, но мы с вами буквально день назад достигли нашего профильного ориентира. Я все же сейчас попробую обрисовать тот фон, который сложился и как можно использовать текущую статистику, но опять же, друзья, это для тех, кто хочет рискнуть и привык торговать канадцам, и уж тем более тогда, когда на рынке есть такие новости. Параллельно с этим мы еще следим за тем, как обстоят такое понятие, как торговый конфликт и насколько усиливаются вот эти конфронтации. В текущий момент у нас две фигурирующие стороны, это Соединенные Штаты Америки и Китай. Соответственно, друзья, за последние два дня, за последний день, в принципе, ситуация не изменилась. То есть, каких-то новых действий со стороны Штатов и контр-действий со стороны Китая не было, хотя, с другой стороны, все, что можно было сделать, наверное, уже сделали. Также отмечу, что сегодня вступают в силу импортные пошлины со стороны уже Европейского Союза в адрес США. Вчера мы об этом говорили, цифры там довольно скромные, 3 с небольшим миллиарда, и это в долларовом эквиваленте. Как это повлияет на евро, я думаю, что мы с вами сейчас попробуем прикинуть, когда переключимся на пару евро-долларов. Ну а сперва давайте поговорим про рынок нефти. Сейчас, безусловно, наступает момент истины. Это кульминация, мы замыкаем неделю. Соответственно, если основные решения на рынке будут озвучены только в субботу, то вы понимаете, насколько интересным нас ждет открытие, собственно, на следующей неделе. В 9.30 я вас, безусловно, всех буду ждать в прямом эфире на нашем брифинге, потому что нам будет о чем поговорить. Мы, наконец-таки, с вами перелеснем историю вот этого заседания ОПЕК с учетом тех ожиданий, которые у нас были. И, наконец-таки, начнем работать с обновленным фундаментом, уже рассуждая, что будет дальше, как изменятся показатели спроса и предложения, и как это повлияет на долгосрочные тренды по рынку нефти. Вчерашний день довольно волатильная торговая сессия, но не то, чтобы мы видели какие-то суперэкстремальные уровни, но рынок нефти действительно ходил. Новостной фон менялся в зависимости от содержания комментариев отдельных представителей ОПЕК, которые, конечно же, посвящены вот этой сделке. Основные действующие новостные персонажи – это Саудовская Аравия и Иран. В частности, министр нефти Саудовской Аравии в начале, собственно, торговой сессии, точнее, комментарии пришли в начале торговой сессии со ссылкой на него о том, что в целом ОПЕК близок к соглашению, которое предполагает увеличение дневных плод в совокупности на 1 миллион баррелей. Рынок, конечно же, отреагировал на это распродажами. Потом немножко ситуация стабилизировалась, после того, как Иран сделал заявление о том, что не факт, что в ходе этого заседания будут достигнуты договоренности, которые станут судьбоносными для всего рынка нефти. Однако, под самый занавес, закрытие торгов, снова пришли комментарии, отчасти с отсылкой на Саудовскую Аравию. Эти комментарии были сделаны Блумбергом о том, что стороны согласовали, опять же, увеличение производства нефти на 1 миллион. Друзья, я вот попробовал найти подтверждение этой информации. Ну, вы знаете, возможно, она где-то есть, но я не смог найти, потому что как таковое заседание еще идет. И я думаю, что если бы уж точно было бы подтверждение непосредственно сами фактические заявления, итоги вот этой встречи, наверное, рынок был бы куда более активным и динамичным. Поэтому мы лишь давайте положимся на эти ожидания, тем более, что они совершенно не отличаются от того, что прикидывали мы с вами, потому что было несколько причин, даже если говорить про тот потенциал нехватки предложения, который на рынке может возникнуть в ближайшее время, особенно после существенного сокращения производства нефти в Венесуэле, и особенно, когда наступит ноябрь месяц, когда вступят в силу новые финансовые и экономические санкции со стороны США против Ирана, может также пострадать еще в экспорт на дополнительные 500 тысяч баррелей в сутки. Ну, получается, если сложить эти показатели, чуть больше миллиона. И отсюда понятна позиция представителей ближневосточного картеля, почему нужно как минимум поднять планку по добыче на 1 миллион. То есть есть причины, по которой нужно что-то корректировать в этих договоренностях, и я считаю, что помимо, собственно, оппозиции, которая предполагает риски нехватки предложения, кстати, вот министр нефти Саудовской Аравии буквально все в тех же комментариях вчерашних отметил, что если сейчас производство нефти не поднять, то в конце года мы можем оказаться как сторонние наблюдатели за тем, что происходит на рынке нефти, и в целом вся мировая экономика может оказаться в состоянии дефицитов. Дефицит сырья примерно на 1,7 миллиона баррелей. Ну уж не знаю, насколько это действительно может так случиться, потому что я не вижу особых предпосылок для этого, учитывая, насколько активно производство нефти сейчас активизировалось, и мы его наблюдаем в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Поэтому давайте все же ждать фактически итогов, скажем так, официальных. Какие они могут быть? Об этом уже миллион слов было сказано. Я думаю, что мне удалось убедить кого-то из вас, которые раньше с определенной иронией, скепсисом относились к текущему заседанию ОПЕК, тем более, что у нас в начале недели еще были отдельные комментарии о том, что ряд стран, такие как Иран, Ирак, и вовсе могут наложить вето на решение, которое предполагает рост объемов добычи. Но Иран, в принципе, уже дал понять, что не против небольшого увеличения. Я думаю, что Саудовская Аравия нашла инструменты, рычаги, да и в целом представители ОПЕК, чтобы убедить вот эти радикально настроенные регионы против тех изменений, которые грядут и которые неизбежны. Считаю, что если официально мы получим подтверждение с роста объема добычи на 1 миллион, для рынка нефти начнется новая история, в данном случае на ближайший минимум год, и, скорее всего, это может стать началом коррекции, которая ожидается очень давно. Рубль 63.70, ждем тестирования планки 65 и больше даже говорить ничего не хочется. Вы все прекрасно понимаете, с чем этот потенциал девальвации может быть связан. Европейская валюта против доллара, немного мы не дотянули до цели 1.15, всего лишь жалких 7 пунктов. Но ни в коем случае не расстраивайтесь, друзья, потому что давление на евро в целом сохраняется. Наверное, хорошо то, что рынок немного откатил, потому что это явно указывает на то, что мы работаем с нормальным, с реальным трендом, который априори также подразумевает борьбу между покупателями и продавцами, и периодически откаты неизбежны. Значит, этот откат будет направлен на набор еще больше массы ордеров в продажу, и, соответственно, мы сможем наконец-таки пробить эту поддержку уже психологическую как минимум. И я отмечал, что со ссылкой на отдельные банки можно уже ставить даже на ориентиры пониже, но предлагаю все же пофиксировать как минимум половину нашего совокупного объема после того, как будет протестирован этот уровень. Почему давление на евро сохраняется? Мы, собственно, говорили с вами о последствиях тех изменений, которые могут произойти с монетарной политикой. И в целом даже усомнились в том, что благодаря комментариям о Драге, что Европейский Центральный Банк осмелится выйти из программы количественного смещения в рамках этого года. Да, пока такие намерения есть, такие планы были озвучены, но параллельно было сделано недопущение, что если ситуация изменится, она более чем может измениться, учитывая, что Европейский Союз – такой же фигурант общего дела, касающегося торгового конфликта, развязавшегося между Соединенными Штатами Америки и всей мировой экономики. Такого еще не было, друзья. Мы не знаем, каким последствиям это приведет. И может быть сейчас, когда мы с вами рассуждаем о том, что две ведущие экономики сейчас борются между собой – США и Китай, и это создает условия для перерастания этого конфликта в нечто большее, в полноценный мировой конфликт, торговый, конечно же, и возможный мировой экономический кризис. Я с большим, скажем, скепсисом отношусь к этому, потому что уверен, что до этого дело не дойдет. Но вы представляете, если все-таки это случится, тогда, конечно же, рисковые инструменты будут основными аутсайдерами валютного рынка Форекс. И единственная, кто будет пользоваться поддержкой – это защитные активы. Ну, давайте этот момент мы пока опустим, и все же вернемся к тому, что сейчас можно использовать для работы по евро-доллару. Это ожидание того, что политика будет оставаться мягкой. Кстати, я вчера, по-моему, говорил вам о том, что если мы все же дождемся развития нисходящей динамики по рынке нефти, вы понимаете, что это напрямую повлияет на показатели инфляции. То есть индекс потребительских цен снова окажется под давлением. Без роста инфляции Европейский центральный банк не свернет программу количественного смягчения, и уж тем более не начнет повышать процентные ставки. Также я хочу снова обратить ваше внимание, что сегодня вступают в силу ответные меры Европейского Союза. Я уже в начале брифинга на это сделал акцент, но я предлагаю зайти, скажем, к этой новости с другой стороны и отметить, что Соединенные Штаты Америки, скорее всего, в ближайшие дни попробуют мягко, либо жестко, не знаю, дать понять Европейскому Союзу, что контрмеры, контрдействия – это не самая лучшая и совершенно неконструктивная стратегия ведения переговоров. Может быть, так же, как и с Китаем. Те огрызнулись, и нате вам новые импортные тарифы на еще больший перечень товаров. То же самое может произойти и с Европейским Союзом. Поэтому в отношении евро сейчас по меньшей мере крайне непредусмотрительно ставить на рост этого актива, потому что нету никаких фундаментальных оснований. Доллар-гена. Я предлагаю особо не останавливаться на этом дуете активов, потому что новостной фон, в частности, не меняется. Если мы в ближайшие дни сможем вместе с прочими спекулянтами избавиться от такого наследия негативного фона, связанного с торговым конфликтом, тогда можно будет выдохнуть, и американская валюта позамоит свой рост. Если в ближайшие дни вот эта тема торговой конфронтации останется ключевой, то, конечно же, доллар-японская иена не будет расти. В лучшем случае мы будем наблюдать консолидацию вот рядом с уровнем 110, как это наблюдается сейчас. И вы сами понимаете, что если бы у доллара не было серьезной фундаментальной поддержки, которая сейчас явно есть, иена давно бы его продавила, гораздо ниже. Но доллар держится, и это должно, скажем, стать еще одним аргументом, чтобы доводом для тех, кто торгует сейчас американской валютой, доводом в пользу того, что ставка, сделанная на покупку, это верный расчет. Вчера вышел, кстати, отчет по заявкам на пособие по безработице. 218 221 000, то есть снижение, суперотчет и все. Можно закрывать на этом этот релиз, поскольку вместе с позитивной динамикой по ежедневным, еженедельным заявкам на пособие по безработице, мы фактически готовимся к очень сильным данным non-farm payrolls. По доллару никаких вопросов к фундаменту, все замечательно, все здорово. Доллар-каналец. Сегодня мы с вами ждем данные по инфляции. Я считаю, друзья, что в целом лично я торговать не буду сегодня канадцем, потому что цель лично уже сделал. Понимаю, что данные по инфляции это суперкатализатор для движения канадцем. Почему? Потому что это показатель, который влияет на возможные темпы изменения процентных ставок. Всегда вот я посмотрел, последние 3-4 решения по процентным ставкам, мы получаем движение по паре доллар-каналец больше 150 пунктов. Я думаю, что ситуация не то, чтобы может повториться. Сегодня день по волатильности может превзойти, поскольку мы все-таки находимся сейчас на очень высоких уровнях. И мы на закрытии недели, поэтому вполне возможно, что трейдеры будут и фиксировать результат этого ралли. Это станет причиной такого дополнительного движения для канадца. Как можно поторговать сегодня? Те, кто хочет рискнуть, я бы попробовал продать эту валютную пару локально. Почему? Потому что все же есть вероятность того, что высокие цены на нефть подстегнули индекс потребительских цех. И несмотря на то, что большинство аналитиков считают, что сегодня инфляция снизится, я бы предпочел рискнуть, поставив на то, что инфляция сегодня вырастет на 0,1, либо 0,2%. Соответственно, канадец, который очень много терял в последние дни, практически мы сделали за неделю полтысячи пунктов, на фоне серьезной сейчас перекупленности, хотя фундаментально она, точнее перепроданности фундаментально обоснована, может попробовать и отбить часть потерянных позиций, если будет такая поддержка. Поскольку есть вероятность того, что инфляция вырастет, то, возможно, трейдеры снова начнут активно, скажем, заряжаться идеей того, что при росте инфляции есть возможности для повышения процентной ставки. Поэтому сегодня доллар-канадец может продемонстрировать обратную динамику. Те, кто хочет рискнуть, ну, можно попробовать, соответственно, продать. Фунт против доллара. Вчера важный день для британца, и, как мы предполагали, после тех распродаж оптимисты, которые верили в наличие локального катализатора, были вознаграждены. Потому что заседание Банка Англии сообщило нам о том, что ставки, в принципе, неизменны. Объем программы количества смещений тоже на уровне 435 миллиардов фунтов. Но все в соответствии с ожиданиями произошло изменение в расстановке сил голосующих членов относительно дальнейших изменений процентной ставки. Поскольку в прошлый раз у нас была следующая расстановка 7 против 2, то сейчас число представителей Банка Англии, которые считают, что ставку нужно повышать, пополнилось еще одним представителем Джонсона. Поэтому сейчас у нас уже трио Маккаферти и Сандерс. Это такой извечный дуэт, которые считают, что ставки нужно было повышать еще, скажем, в конце 2017. И каждый раз до тех пор они голосуют за то, что политику нужно ужесточать. Сейчас к ним присоединился еще и Джонс. Я думаю, что дальше, спустя месяц, когда у нас будет новое заседание, позиция снова может измениться в сторону уже баланса. Потому что голосующих членов всего лишь 9. То есть 4 против 5. Ну, согласитесь, практически равновесие. Ставки будут повышены, друзья. И вчерашнее заседание Банка Англии нам ясно доказало, что крепчает позиция тех, кто считает, что основной, скажем, камень сейчас для британской экономики это низкая активность потребителей. Потребители не спешат тратить из-за высокой инфляции. Поэтому выход простой. Как я всегда вам говорил, на самом деле, самые очевидные выводы не на поверхности. Не нужно там копать совсем глубоко. Нужно сбить инфляцию. Банк Англии, при всем уважении к нему, собственно, так же, как и другие регуляторы, не придумали. Еще неизвестно более крутого инструмента борьбы с инфляцией, кроме как высокие процентные ставки. Поэтому вы запомните вот эти ожидания, потому что они будут отработаны в августе. Ставку повысить. Но до этого фунту нужно разворачиваться. Пока что мы находимся на отметке 1.33, друзья. Рост за вчерашний день с минимумом 170 пунктов. Полагаю, что этот импульс восходящий будет сохранен и дальше. Европейские и американские фондовые рынки находятся под давлением. Основная причина – это торговые конфликты противостояний. Американский фондовый рынок просел еще из-за серьезных потерь Амазона и Даймлера. Ну, Даймлер – это все тема, которая связана с новыми пошлинами, которые могут быть установлены на американские автомобили. Соответственно, Амазон почему просил? Потому что Верховный суд США обязал теперь и онлайн ритейл внести налоговые обязательства. Раньше они были освобождены от этого. Ну, конечно же, это дополнительные расходы и, в принципе, уже прогнозы выручки пересмотрены. По Даймлер уж точно. Поэтому какое-то время, конечно же, рынок будет оставаться под влиянием вот этого негатива. Но в целом снижение заряжено одной идеей, что торговый конфликт, в котором пока фигурирует США и Китай, может перерасти в мировой торговый конфликт, а это, в конце концов, приведет к замедлению темпов роста уже мировой экономики. Австралийцы и новозеландец. Вчера мы были, как никогда, близки к целям, но так же, как и с евро. Что-то пошло не так под конец, и мы не смогли сделать эти целевые ориентиры. Надеюсь, что вы не расчаровали, друзья, и ждете по-прежнему по австралийцу 0,73, по новозеландцу 0,68. Пока что мы на 90 пунктов ушли выше от этих ценовых ориентиров, но очередного витка эскалации конфликта между США с какой-нибудь другой экономикой, либо с тем же самым Пекином будет достаточно, чтобы снова поставить риск в активах числов аутсайдеров. Друзья, ждем сегодня данные по инфляции Канаде, спекулятивная идея продажи пары доллар Канаде, потому что инфляция может вырасти. В 16.45 статистика по индексу активности в сфере услуг США и в 20.00 по московскому времени данные по количеству нефтяных триминалов Бейкер-Хьюз. Ну, конечно же, этот отсчет будет меркнуть, потому что мы все же следим за главным фундаментальным событием конца июня, это заседанием ОПЕК и тем, как это заседание повлияет на будущую динамику нефти, а нефтянка уже, соответственно, на динамику и фондовых индексов. На этом, собственно, все. Большое спасибо тем, кто был на этой неделе вместе с компанией Амаркетс, вместе со мной. Остается только закрыть хорошо неделю и с хорошим настроением уйти на выходные. Ну и на выходные, конечно же, это хорошее настроение, растерять ни в коем случае нельзя, потому что нас ожидает жаркое открытие недели. Мы будем с вами отыгрывать все итоги заседания ОПЕК. Поэтому до встречи в понедельник в 9.30 на московском времени. Всего доброго, до свидания. Тем не менее. Продолжение следует...